Продолжение следует... Ну, давайте для начала увижу ваши плюсики в знак того, что вы меня сейчас слышите и видите мой экран, ну, вернее, экран моего ноутбука. Вот сюда, вот в чат, поставьте несколько плюсиков, напишите, как слышно, какое качество связи. И я, соответственно, начну, потому что у нас материалов сегодня много. Мы с вами не виделись уже достаточно давно на онлайн-вебинарах, и, конечно же, есть о чем поговорить. Отлично. Итак, вижу, что все окей со связью, поэтому в этом чате я, возможно, буду к вам обращаться периодически, если мне возникнут какие-то вопросы. И в том числе, соответственно, смогу увидеть ваши вопросы, которые у вас будет время задать в конце конференции нашей. После того, как мы разыграем призы, обязательно сегодня у нас это будет, как и обычно на всех вебинарах. И, в общем-то, подготовьте их, если они будут возникать или уже есть, и потом сможете их написать. Сейчас пока ничего не пишите, читать чат я, в принципе, не буду до завершения конференции. Ну что ж, давайте начнем. Сегодня у нас 2 апреля 2018 года, и вот с этого мы, собственно говоря, с вами начнем. Вот такую картиночку и еще определенный текст вы могли видеть, ну, вернее, можете и сейчас видеть, да, в новостной публикации от 1 апреля. Давайте мы прочитаем, что же 1 апреля такого интересного было сообщено в официальном новостном канале компании. И, в общем-то, проанализируем. Итак, гарантия возврата средств в Whole World. Друзья, настало время больших перемен. С этого дня Whole World уже никогда не будет прежним. Мы в корне пересмотрели подход к идеологии маркетинга нашего проекта и объявляем о запуске грандиозного эксперимента. Никогда ранее мы не говорили в Whole World ни о каких гарантиях, но это было раньше. С апреля 2018 года начинает работать гарантия 100% возврата средств, по условиям которой каждый участник гарантированно получит свои 100 долларов обратно уже через один месяц участия, независимо от того, сколько денег он сможет заработать к этому моменту. Важно, средства для компенсации будут браться из собственных средств компании, так что это никак не затронет интересы участников. Такой подход к обновленной концепции моментально создаст атмосферу очень комфортного бизнеса с гарантированным быстрым доходом без малейшего риска, благодаря чему в очень короткие сроки в Whole World присоединятся миллионы новых участников по всему миру, а уже через несколько месяцев это будут крупнейшие корпораты за всю историю интернет-бизнеса. Вас ждут огромные доходы, приготовьтесь, обновление уже стартовало, все подробности в понедельник. Так вот, понедельник наступил, и мы с вами здесь как раз для того, чтобы эти самые подробности рассказать вам, ну и заодно, в общем-то, ответить на сомнения, которые закрались в голову наших участников в связи с тем, что дата публикации 1 апреля. Действительно ли это 1 апрельская шутка у нас, или все-таки здесь есть нешуточные новости, вот об этом мы обязательно сегодня поговорим, но поговорим ближе к концу конференции, я поэтому сюда эту информацию перенесу. И вот, соответственно, в конце конференции мы к ней вернемся, новость действительно очень серьезная, и это многое, что для вас изменит. Так, ну я вижу, что собирается народ, да, подходите. Друзья, отлично, отлично, что у вас здесь сегодня побольше соберется. И, в общем-то, давайте мы начнем сейчас не с этой самой горячей новости, а поскольку наши вебинары некоторое время мы не проводили, накопились новости, да, соответственно, мы их и рассмотрим, потому что есть важные моменты, которые нужно рассказать, что у нас с января месяца происходило в компании. Один из самых важных, одно из самых важных событий, обновлений, которые у нас произошло, это добавление новых способов оплаты, и, в частности, может быть, даже и самая главная новость из всего этого, это то, что теперь у нас с вами доступно в личном кабинете оплата с банковских карт со всех стран мира. То есть международные банковские карты в Whole World теперь принимаются, и ими можно оплатить как активацию аккаунта, так и оказать финансовую помощь, ну и, конечно же, оплатить различные услуги в личном кабинете. Вот, давайте посмотрим, что же за способы оплаты новые появились и как они работают, а также я вам покажу в действии еще некоторое обновление, которое у нас произошло. Ну, вот у меня здесь раздел «Бизнес-автомат» открыт для того, чтобы вам показать список способов оплаты. Он сейчас выглядит вот таким образом для граждан из Российской Федерации. Для граждан из других стран он выглядит немножко иначе, ну, в нем отсутствует некоторое способ оплаты, а, соответственно, я вам тоже это покажу. Так вот, что же здесь за способы оплаты есть? Ну, Visa MasterCard, как мы с вами сказали, есть. Это прямая оплата с банковских карт. Это не то, как у нас было раньше. Некоторое время после того, как мы подключили, то есть после того, как мы отказались от сотрудничества с WalletOne и начали работать с различными платежными системами многогранно, у нас Visa MasterCard была как инструкция по пополнению Advanced Cash через... Ну, то есть с карт Visa MasterCard, да, то есть там было написано «Завидите счет в Advanced Cash, добавьте туда банковскую карту, верифицируйте ее, пополнить и так далее». А потом уже с Advanced Cash, «Завидите оплату». То есть такая была инструкция. Многие к ней привыкли, и, может, даже кто-то не знает, что теперь вот здесь вот на этой иконке совершенно не инструкция, а реальная оплата банковскими картами. Дальше. WebMoney, WMR, WebMoney, WMZ, Bitcoin, Western Union, Advanced Cash, Power, PerfectMoney, SolidTrustPay, Pfizer, AlphaBank, то есть это оплата через интернет-банки, промсвязь банк, русский стандарт, WTB24, Почта России и салоны связи, Евросеть и связной. Все эти способы работают. Давайте посмотрим, что у нас изменилось. Помните, если раньше, когда кликаешь на любую иконку, сразу открывался способ оплаты, ну, если только он не через ручные методы производился, и сразу попадался на форму оплаты человека. Здесь сейчас по-другому. То есть, смотрите, мы сделали информационные окна, которые открываются при клике на любой способ оплаты, и они сделаны в едином стиле, и здесь все приведено к единому знаменателю, то есть разложена по полочкам информация о каждом способе оплаты. Основные параметры – это что за тип оплаты. Он может быть либо автоматический, либо это прямая оплата вручную на какой-то кошелек, либо оплата через обменный сервис. Соответственно, тоже либо она ручная, либо автоматическая. В данном случае оплата банковскими картами – это прямая оплата при кредитах банковской карты. Дальше. Скорое зачисление платежа. Она тоже бывает разная в зависимости от способа оплаты. Здесь она моментальная, то есть платеж зачисляется в течение нескольких секунд после оплаты. Бывает она другая. Ну, мы, в общем-то, пойдем сейчас посмотрим по разным способам оплаты, пройдемся. Валюта платежа – это особенность данного способа оплаты. Валюта платежа – это рубли, и вы должны знать, что если валюта вашей карты отличается от рублей, ну, например, доллары или евро, если речь идет об участниках из зарубежных стран, ну, в общем-то, и как любая другая, там гривны могут быть, могут быть белорусские рубли, да, все что угодно. Если, соответственно, ваша валюта отличается от российского рубля, то при оплате будет произведена автоматическая конвертация валюты вашей карты в рубли по текущему курсу обмена вашего банка. То есть оплата все равно пройдет, но средства будут списаны в рублях. Здесь присутствует комиссия платежного шлюза для разных способов оплаты. Она своя. Как вы понимаете, Hallwork не может брать эту комиссию на себя, да, как это делают в разных магазинах. Комиссия всегда присутствует в платежных шлюзах, но некоторые магазины просто включают ее в стоимость товара. Hallwork не может включить ее в стоимость товара, потому что, как вы понимаете, оказание финансовой помощи, оно делается в полном объеме, и Hallwork не может из своих средств его делать, да. Вот, поэтому комиссия всегда на плательщике. В данном случае она 8%. Комиссия немаленькая, но и, конечно, не очень большая для тех, кто хочет платить что-то здесь. И считается сумма сразу в рублях с учетом этой комиссии, и примерная сумма в долларах, чтобы люди, иностранные граждане понимали, сколько же в итоге в их привычной валюте будет списано средств. То есть примерно это понятно то, что неточная сумма, она может быть чуть меньше, может быть чуть больше, как правило, чуть больше на несколько процентов, потому что обмена банка включает всегда какую-то маленькую комиссию еще сверху. Так вот, после того, как вы нажимаете «Перейти оплаты», здесь уже сразу произойдет переход к платежному шлюзу, где нужно будет вводить вам реквизиты банковской карты, и таким образом уже дальше завершать платеж. Вот. Если брать другие способы оплаты, ну, например, в AppMoney, то здесь тоже оплата идет ВМР, то есть рубли. ВМЗ – это, видите, ручной перевод на ВМЗ-кошелек. Автоматизировать, к сожалению, это не получается, но ничего страшного. Комиссия здесь поменьше всего 5% и скорость зачтения до 23 часов. Биткоин здесь без комиссии идет оплата, но у биткоина есть там своя какая-то внутренняя комиссия за переводы. В общем-то, биткоин стал пользоваться достаточно большой популярностью, и через него люди активно платят. В Western Union здесь оплата через обменный сервис, здесь инструкция, как завести счет в какой-либо из платежных систем, и далее пополнить его через Western Union, найдя лучший курс на сервисе обменников. Потому что, ну, прямая оплата с Western Union, она невозможна. Western Union – это система денежных переводов, она не используется для оплаты товаров и услуг. Вот. Поэтому вы должны знать, что оплата с Western Union, она не делается, но можно пополнять какие-то вещи через обменники. Advanced Cash – самый выгодный способ, вернее, один из самых выгодных способов оплаты. Здесь никакой комиссии нет, все автоматически, все моментально и очень приятно. На пайле комиссия 0,95%, то есть 1% практически, и чуть-чуть менее выгодный шлюз, чем Advanced Cash. Perfect Money, соответственно, тоже без всяких комиссий, но, по-моему, там есть своя собственная внутренняя комиссия, поэтому все равно Advanced Cash выгоднее. Solid Trust Pay – это автоматический черезобменный сервис. Видите, подсказка, да, то, что оплата через Solid Trust Pay производится с помощью обменного сервиса, как выполнение счетов World, платежной системе Advanced Cash. Вот такие важные замечания. Здесь, соответственно, то же самое, комиссии разные, и уже дальше идут рублевые способы. Ну, кстати, хочу сказать для статистики, то, что вот этими способами платят очень мало, практически не платят один платеж, потому что на 100 платежей практически все платят банковской картой. Вот это наше замечание. И вполне возможно, что вот эти вот способы, они просто скоро отсюда исчезнут для того, чтобы не засорять эфир и не отвлекать своими цветастыми иконками глаз человека от оплаты. Ну, это мое такое мнение, потому что все равно, если у кого-то есть Альфа-банк, у кого-то любой из этих интернет-банков, значит, у человека есть карточка. Если у человека есть банковская карточка, то ему проще пойти и заплатить через визу-мастерка. Да? То есть логика достаточно простая. Вот такая информация. Теперь спросите, а куда пропал PayPal? Да? Мы PayPal убрали отсюда только потому, что это форма для российских граждан. Платить с российского PayPal на российский PayPal можно только в рублях. У нас же PayPal в USD, и поэтому россияне не могут оплатить PayPal. Ну, и, в общем-то, им это ни к чему, потому что они могут с базовских карт оплатить. А эта форма так выглядит у зарубежных граждан, то есть не из России. Видите, здесь отсутствуют лишние для них способы оплаты, которые валидны только для Российской Федерации. И все то же самое. Ну, плюс, соответственно, PayPal и визу-мастерка для них есть. Поэтому это очень важная информация. Вы должны ее принять для себя и всем своим партнерам, которые зарегистрировались ранее, когда еще оплата банковскими картами не работала прямая. Вы должны им сообщить об этом, потому что вполне вероятно, и даже очень вероятно, что причиной того, что они у вас еще не активировали аккаунт, не оказали помощь, могло стать то самое неудобство из способов оплаты, когда они не нашли привычный способ оплаты банковской карты, и, к сожалению, никакой другой для себя не посчитали приемлемым и покинули личный кабинет. Больше того, что они возвращались. Поэтому вот эту информацию обязательно донесите. И мы со своей стороны тоже будем это делать. Но об этом, кстати, чуть-чуть попозже еще поговорим. Итак, дальше. Дальше мы поговорили с вами о способах оплаты. Кого ждем, спросит Сергей. Сергей, наверное, вы ждете, пока вы кликнете вот сюда. Он сам не включится, если вы не кликнете. Так, идем вперед. Еще важная информация, но она, конечно, у нас была еще до Нового года. То, что раздел счета и финансы у нас с вами преобразился. И после того, как мы перестали сотрудничать с WalletOne, у нас появился огромный ассортимент способов получения денежных переводов. То есть можно стало получать не на один конкретный какой-то вид кошелька электронного, а выбирать практически любое здесь представленных. Это и Advanced Cash, и OakPay, и PayPal, и WebMoney, и Bitcoin, и Pair, и Kiwi, и Яндекс.Деньги. На любой из них можно получать денежные средства. На некоторые еще пока не автоматически, только через вывод средств депозита, вернее, с баланс аккаунтом. Но на все практически можно. Kiwi и WebMoney, по-моему, еще настраиваются, но тоже это дело нескольких буквально дней, оно должно работать. Так, а, соответственно, Advanced Cash, у меня выбран Advanced Cash, и у большинства выбран Advanced Cash, потому что это один из самых выгодных способов получения средств, потому что нету никаких комиссий. Вот, кстати, здесь, если выбрать способ зачисления переводов, навести на что это, здесь будут подробности об этом способе написаны. Соответственно, зачисление переводов, оно моментальное, в долларах, комиссия 0. Все, вы можете распространяться денежными средствами сразу после их получения. Для этого вводите на сайт в платежной системе Advanced Cash. Все очень просто и понятно. Если у кого-то здесь еще не указан кошелек, на который вы принимаете денежные переводы, то есть получаете все переводы, то обязательно это сделайте. Если вдруг у вас на балансе аккаунта накопились какие-то средства, вы их также можете здесь вывести. Вывод работает сейчас на Advanced Cash, Paypal или Яндекс.Деньги. Ну, сюда точно так же добавится скоро и биткоин, и вот все вот эти киви, Яндекс.Деньги, вернее, вебмани, которых сейчас там нет. Это еще одна важная информация, которую вы должны помочь воспринять своим новичкам или, может быть, партнерам, которые давно здесь не заходили в свой личный кабинет, потому что скоро у вас будет много партнеров, которые вернутся сюда и будут не понимать, что им делать, а вы как информационный спонсор обязательно должны помогать. Почему они вернутся, мы с вами узнаем чуть позже. Так, ну а теперь хочется... Я так поглядываю иногда, нет ли здесь каких-то сообщений важных от вас, поэтому не удивляйтесь. Итак, сейчас хочу обратить внимание на лист призеров рейтинга «Топ-10 лучших фандрайзеров за март 2017 года». Так, мы его буквально сегодня опубликовали. Известны, конечно, призеры стали еще вчера. Сразу они становятся известны, как только завершается очередной календарный месяц. И вот такие имена у нас с вами в этом месяце в нем фигурируют. Владислав Фролов из Москвы, России, занимает первое место. У него 16 благотворителей, соответственно, он получает 160 долларов и 3 места в бизнес-автоматах, как вознаграждение за это самое первое место. Юлия Бирюкова, занявшая второе место, 140 долларов и 2 места в бизнес-автомате. Ирина Агапова на третьем месте в марте, 80 долларов и одно место в бизнес-автомате. Остальные с 4 по 10 места участники – это Придор Смолаев, Педро Мелло из Колумбии. Так, Придор Смолаев у нас из Таджикистана. Умед Деканов тоже из Таджикистана. Сухаил Ахмед из Пакистана, 7 место. Яков Тисен, Германия. Анастас Тимофеев, Россия, Москва, 9 место. И Борис Маркеров замыкает наш список топ-10. Вот все эти участники с 4 по 10 места получают по одному месту в системе бизнес-автомат. Хочется что отметить? То, что по сравнению с предыдущим месяцем произошел существенный такой скачок по активности у нас в топ-10, который также отобразился и с чем это было связано. В первую очередь хочется отметить увеличение активности в марте месяце, которое произошло, и подсказать вам кое-что. Значит, если вы, соответственно, принимали активное участие в жизни проекта в марте месяце, то, конечно же, вы помните то, что, во-первых, у нас с вами была объявлена вот такая вот акция «Весна подарки всем». Ну, приурочили мы ее к 8 марта. И суть этой акции была в том, что мы, во-первых, подарили всем участникам в статусах бизнес и волонтер по 20 долларов на подключение бизнес-автомата. А во-вторых, что сыграло наибольшую роль, то, что 20 долларов также получали у нас и все новички, которые активировали, успевали активировать свои аккаунты до 15 марта. И таким образом, к сожалению, хочу подчеркнуть то, что, к сожалению, всю активность в итоге создали мы сами. То есть не наши участники взяли в руки эту акцию и пошли с ней доносить информацию до широких масс. Во-первых, мы сделали рассылку по базе партнеров в статусе «Фри», то есть которые еще пока только зарегистрированные у нас были, но не активировали свои аккаунты и не оказывали финансовую помощь. Ну, конечно, мы сделали и по волонтерам, и по бизнес-партнерам рассылочки, да. Но, опять же, массовая рассылка была с нашей стороны, после которой очень и очень большая активность началась. Я хочу... Ну, это один из видов рекламы, который был. Я хочу вам показать текст письма, который мы рассылали. Может быть, вам это таким-то образом пригодится, чтобы понимать вообще, с какой точки зрения подходить к общению со своими партнерами, которые у вас зарегистрированы, уже ранее были, но по каким-то причинам они не активированы до сих пор. Смотрите, какое письмо. Письмо простое. Значит, понятно, что мы имеем возможность обращаться по имени, мы имеем возможность узнать, как зовут партнера, как, какой у него сертификат, какой имейл. Вы тоже все прекрасно видите в своем личном кабинете в разделе структуру. У вас все эти данные тоже есть. То есть при желании вы можете заниматься... Если вы какие-то письма составляете, то просто принимите для себя, что, во-первых, видите, да, в теме письма. Александр, успейте получить 20 долларов на бизнес-натомат до 15 марта. Всегда старайтесь обращаться по имени. Это на 99%, а может быть, и на все 200 или 300, увеличивает ваши шансы на то, что человек как минимум не удалит это письмо сразу, а откроет его, да, потому что он увидит там свое имя. Если бы оно здесь еще по-русски было написано, то было бы еще лучше. Но, к сожалению, у нас с вами в системе в латинском хранятся имена, поэтому вот так. Дальше я открываю письмо и вижу, опа, Александр Капсаров. То есть, в принципе, я понимаю, что это письмо упало ко мне не случайно уже, да. Здравствуйте, Александр. Недавно вы зарегистрировались в межурненном бизнес-проекте Whole World. Есть ссылочка, если что, я могу вспомнить, что это за проект. Сделав уверенный шаг к своему первому миллиону, осталось лишь активировать аккаунт. То есть, мы знаем, что мы засылаем письма участникам, которые не активировали свой аккаунт, поэтому мы можем так написать, да, то, что осталось лишь активировать свой аккаунт, получить статус бизнес, подразумевая, что это оказание финансовой помощи. И можно начинать принимать денежные переводы по 5, 10, 15 долларов от людей со всего мира. И тут мы сразу понимаем, да, то, что человек, который не был здесь больше нескольких месяцев, а может быть и лет, потому что мы затрагивали 2015-й даже год, и 2016-й, вот. Что касается русских участников, ну, мы и англоязычным расслабили, и русскоязычным. Обязательно нужно ему дать информацию о том, как это работает и что это. Пытаться объяснить в письме, как работает Whole World, не нужно. Вам, ну, то есть, вы не сможете сделать это настолько коротко, чтобы человек в письме это прочитал, потому что, когда человек открывает письмо, он читает первые несколько строк и смотрит картинку. Вот, если ему что-то здесь не понравилось, или он подумал, что здесь сложно и много читать, он его закроет, удалит. Вот. Здесь же достаточно простая комбинация, да. Мы говорим, что там вам осталось что-то сделать, чтобы получать деньги. Вспомните, как это работает. Человек видит знакомую иконку с плеером YouTube, он понимает, что сейчас ему покажут видео, кликает, попадает при этом на главную страницу сайта Whole World, ну, и там он уже может посмотреть видеопрезентацию. Ну, и дальше пояснение. То есть, мы сказали, да, успеете получить 20 долларов до 15 марта на без автомат. Здесь мы говорим уже об этой самой информации, то, что подарки всем до 15 марта. Прямо сейчас мы проводим эксклюзивную акцию, дарим всем участникам, которые активируют свой аккаунт до 15 марта по 20 долларов на включение услуги без автомата. Вопрос, что такое бизнес-автомат, сразу возникает у человека, да, мы ему объясняем, подключим бизнес-автомат. Вы сможете получать у новых партнеров свою структуру, не приглашая их лично, то есть сможете зарабатывать на полном автомате. Это уже становится интересно, да, человек. Активируйте свой аккаунт forworld до 15 марта, чтобы получить этот подарок. Дальше картинка соответствующая. Приятная глазу. Она есть, вы тоже можете ее использовать. Это все не скрывается нигде у нас. Используйте бонусные 20 долларов в течение 15 дней для того, чтобы использовать полученный бонус. Но, соответственно, мы здесь говорим уже о том, что делать с бонусом, это лишний раз увеличивает доверие человека, потому что он понимает, ну, раз мы об этом говорим, значит, бонус действительно будет. Это не какая-то замануха, да. И в то же время мы здесь снимаем с себя ответственность за то, что человек что-то неправильно поймет, подумает, что мы ему подарим реальных 20 долларов бумажками, и он сможет кошелек себе положить. Мы здесь это все сразу прописываем, то, что авторизуйтесь, перейдите в раздел, стоимость будет уменьшена на 20 долларов. Он может отсюда прямо перейти в раздел бизнес-автомата, узнать, что такое бизнес-автомат, посмотреть видео и так далее. Кстати, видео он может посмотреть и здесь. Посмотрите, как работает бизнес-автомат. Мы ему здесь даем эту картинку. Он может кликнуть, перейти туда. Все. Дальше. Финальная ссылочка. Активировать аккаунт, получить 20 долларов прямо сейчас. Здесь блок о том, если вдруг, ну, даже не если вдруг, на 100% он ничего не помнит, и мы должны ему дать информацию о том, как восстановить доступ к своему аккаунту, потому что он не сможет просто туда попасть, если вдруг у него с головой немножко не в порядке. А у многих, к сожалению, это так. Ну, облегчить, да, ему путь мы хотим. Так вот, мы ему напоминаем ваш регистрационный имейл еще раз, то есть чтобы он не пытался складывать там сложную математическую задачу, то, что, о, это письмо пришло мне на имейл такой-то, значит, скорее всего, он у меня там и зарегистрирован. Да, мы ему тут сразу пишем, вот ваш имейл, вот ваш номер сертификата, в общем-то, ровно то, что вам нужно для входа в личный кабинет. И если порой забыли, можно восстановить его. Есть инструкция, как это восстановить, она, ссылочка сюда сразу идет. Все, все, человек тут, если хочешь, в соцсети пошел, ссылочки какие-то, или отписаться от рассылки, всегда есть ссылка. Вы можете делать точно такие же письма для этого. На сегодняшний день это не есть что-то космическое, есть огромное количество сервисов, которые могут вам предоставить такие возможности, начиная с MailChimp и так далее, так далее. Поехали, в Nissan, там много всего. То есть вы объемы будете делать, рассылок небольшие, если будете, и вам это, конечно же, будет очень дешево обходиться, даже если вам придется за это немножко заплатить, но будет окупаться. Так вот, мы сделали рассылки по фри-партнерам, по волонтерам, по бизнесу. Сразу все побежали в личный кабинет. Ну, не все, конечно, нет, далеко не все, но большая часть партнеров пошла в личные кабинеты, начали продлевать активность, начали оказывать финансовую помощь, потому что посмотрели видео, вспомнили, зажглись, опять же, концепции проекта, да, и все заработало. Кроме того, со второй стороны мы проводили активную рекламную кампанию на платформе рекламной Surferner, она называется, вам она многим тоже знакома. Воспользовались мы тем, что на этой платформе в марте месяца запустилась возможность видеорекламу размещать, видеорекламу с гарантированным просмотром. Ну, гарантированный просмотр там на данный момент всего одна минута, но, по нашему скромному мнению, этого как раз было достаточно для того, чтобы человек либо заинтересовался, либо нет нашей видеопрезентации. И поэтому презентации, вы знаете, с сертификатами, у нас четыре видео, из них наиболее конверсионными в итоге получились, это видеопрезентация с сертификатами, и презентация про бизнес-автомат. То есть вот они в комплексе, две презентации, работали, плюс еще было одно видео, мое личное, которое я снял про акцию, про 20 долларов. Кстати, такие видео заходят очень и очень хорошо. Сейчас я вам покажу, как это выглядит на портале Surferner, как добавить видеорекламу, соответственно, очень легко. Можно видеорекламу здесь добавлять, дальше добавляете ссылочку, ссылку на кнопку под видео, текст кнопки, и, соответственно, дальше там оплачиваете это размещение, и оно пошло в ротацию. Где оно ротируется? Вот сейчас я, вот оно, раздел подарки. Сюда каждый час человек может заходить, и он начинает крутиться. Ну вот кто-то здесь какое-то казино рекламирует. То есть вот 50 секунд, если человек уйдет из этого раздела, то ему вознаграждение никакого Surferner не даст. И если он начнет еще раз, то это видео заново придется ему смотреть. 60 секунд. И так до тех пор, пока он 60 секунд здесь не пробует. И не может он ни звук выключить, ни стоп поставить, ни перемотать, ничего не может. Сейчас вот наш банок, да, тоже тут красиво. Так вот, не буду вас отвлекать этим звуком и рекламой чужой. Соответственно, здесь мы размещали достаточно большой объем видеорекламы. И в том числе баннерная реклама. Все было сделано, направлено именно на Whole World. И это дало тоже очень и очень большой прирост регистрации, активации, оказания финансовой помощи. Поэтому, смотрите, то, что касается рассылки. Рассылку, я считаю, можно интерпретировать как работу с вашими личными партнерами. Согласитесь составить такое письмо или обратиться к партнеру лично по скайпу, по соцсетям. У вас много разных контактов, ваших партнеров есть, да, можно провести с ними очень хорошую работу, рассказать им о всех текущих акциях и получить этого клиента в качестве активного. Соответственно, получить от него доход по маркетингу Whole World, получить от него рост структуры, если он сам начнет быть активным. Вот, все это вам доступно, но по каким-то причинам вы очень ленивы. Вот я вам сейчас показал то, что такое простое письмо, не нужно быть гением, там, Пушкиным, чтобы его составить. Делать точно такое же письмо лучше не нужно, потому что тексты, они спам-фильтрами очень хорошо индексируются. Если будет одинаковых писем много, то все будет в спам попадать. Вот, поэтому я сразу вам предупреждаю, что вы не копировали. Но любое другое письмо вы можете делать. Вытаскивать клиента на общение дальше, ему в личных сообщениях, любом мессенджере, хоть голосом, можете все что угодно рассказывать. Рассказывать есть о чем. У вас есть самое главное, то что клиент уже зарегистрирован в Whole World, и это значит, что он уже когда-то проявлял к нему интерес. Вот с этого и нужно начинать. Ну, в общем-то, так как в письме иначе-то. Не лениться, да, если вы не будете лениться, если возьмете раздел структура, там у вас у каждого есть большое количество партнеров ранее зарегистрированных, можете с ними работать. Второе. Вы точно так же можете размещать сколько угодно рекламы и, соответственно, на платформе Surfer, как я вам показал, это и баннерная, и видеореклама, и на любых других платформах их много. Самое главное, что у вас есть для этого рекламные материалы. Ну, видеопрезентации, я надеюсь, вы знаете все, да, они у вас тоже есть, вы можете их скачивать, заливать на свои каналы YouTube или какие-то другие, показывать. Баннеры у вас тоже в изобилии есть. Обращаю ваше внимание, что баннеры появились в том числе и новые. Давайте посмотрим сейчас весь их ассортимент. Они есть и на русском языке, и на английском аналогичные, то есть картинки аналогичные, текст заменен. Вот такие красочные баннеры на совершенно разные тематики здесь. И поверьте, сделать так, чтобы человек кликнул по баннеру и перешел в итоге на сайт Whole World, ну, в общем-то, ваша главная цель именно в этом состоит. Эти баннеры смогут. Вот, они конверсивные, главное поставить их туда, где есть живые люди, и они обязательно по ним будут кликать. Есть баннеры анимированные, есть баннеры статичные, есть большие, есть поменьше, есть совсем маленькие, есть совершенно разных размеров. Согласитесь, есть что людям показать. Кстати, вот эти вот квадратные баннеры, это картинки специально для соцсетей. Копировать изображение, все, дальше вставляете себе в соцсеть. Эти баннеры уже для сайтов. Используйте их, знайте, что они есть. Мы об этом еще, конечно, сделаем отдельную новость, потому что совершенно недавно наши дизайнеры обновили. Тут большое количество новых баннеров, и как выяснилось, мы вам об этом не сообщали, а сами вы сюда не заходите, к сожалению, в этот раздел, а раздел этот в базе знаний, рекламные материалы, рекламные баннеры. Тут много информации, на самом деле, да. Вот, и вам нужно об этом знать. Самое главное, не усложняйте, друзья. Помните, что ваша самая главная задача здесь – это просто, чтобы человек посмотрел видео. Как правило, этого достаточно, чтобы он принял либо положительное, либо отрезательное решение. Все, вам больше даже ничего думать не надо. Вам нужно направить человека на сайт, либо на сайт-визитку, на лендинг-пейдж, либо на официальный сайт, и там уже сайт все сделает с ним сам. Дать ему несколько слов для заинтересованности, чтобы он все-таки это видео посмотрел, и все. Не нужно ничего усложнять. Видео-презентация и баннеры все делают отлично. Соответственно, можете их скачивать, можете размещать рекламу, и все будет хорошо. Кроме того, у нас есть совместная реклама, если вы сами не хотите ничего делать. Возможно, вы про нее тоже забыли. Есть у нас разные категории рекламы. На данный момент они все направлены на портал Surferner, но вот как только мы наберем здесь инвестиции на видеорекламу, она здесь стоит в самом верху, соответственно, вы сможете получать новые регистрации с этой видеорекламой. Здесь будет 500 тысяч показов, могут принять участие максимум 100 человек, свободно, место 89 и по 20 долларов одну метечку стоит. То есть как это работает? Мы собираем инвестиции в один большой рекламный бюджет, дальше запускаем рекламную кампанию, и все регистрации, которые с этой рекламной кампанией будут получены, делятся между соинвесторами, поровно. Соответственно, сколько вот здесь будет регистрации, все поделятся между соинвесторами. Также есть рекламные кампании, направленные на другие. Вот, например, вот такой большой баннерный блок, да, он, соответственно, тоже будет работать на вас, если вы сделаете здесь совместную рекламу, то есть большой баннерный блок. Может верхний блок работать на вас, он находится вот здесь, он самый заметный, самый конверсивный, ну и боковой, соответственно, тоже. Вот, все это вам доступно, все это есть в разделе совместные услуги, услуги, совместная реклама. Знаете об этом, помните. Ну, а мы пойдем сейчас дальше. Много информации, к сожалению, не удается сделать так, чтобы она была не сумбурной, может, немножко. Но ничего, в записи будет получше. Итак, мы с вами рассмотрели причины активности, которые у нас были в марте. И сейчас мы рассмотрим причины еще большей активности, которая будет у нас в апреле и дальше, соответственно, тоже. Хорошо. Друзья, вот это самая публикация от 1 апреля. Так, я пока что вернусь, посмотрю, все ли там у нас окей. Видимо, все окей. Это не шутка, друзья. Это не первоапрельская шутка. Ну, может быть, немножко какие-то слова, конечно, были нами написаны специально, чтобы вызвать шуточный акцент. Да, мы специально хотели вот так вот, чтобы восприняли это в качестве шутки. А потом 2 апреля взять и сказать, что, друзья, вот и нет. Это не шутка. Ну, конечно, мы не будем возвращать реальными деньгами. У нас нет такой возможности, как вы понимаете. Да, в этом однозначно это не может быть правдой. Вот. Но у нас есть другая возможность. Это сделать вот такую замечательную акцию. и сказать, что 100 долларов вернутся сразу после оказания финансовой помощи, и вы получите 20 пин-кодов по 5 долларов, и сможете бесплатно активировать аккаунты 20 партнеров сразу после того, как окажете финансовую помощь. Акция будет действовать с 1 по 30 апреля. Кстати, должны были техники разместить и на главной странице блок этот. Сейчас я посмотрю. Так, что-то они его не тут разместили, по-моему, где должны были. Ну, в общем, вот он, да. Если мы кликнем на «Узнать подробнее», то он приведет нас в базу знаний, где будет расписано условие акции 100% кэшбэк. Давайте я вам прочитаю эти условия и расскажу некоторые нюансы. С 1 по 30 апреля компания Whole World проводит мотивирующую акцию 100% кэшбэк, по условиям которой каждому участнику, совершившему в период проведения акции оказание финансовой помощи на сумму 100 долларов, предоставляется гарантированное вознаграждение в виде 20 пин-кодов по 5 долларов каждый, то есть эквивалент 100 долларов. Ровно то самое есть то, что он оказывает финансовую помощь на 100 долларов, и они к нему сразу же возвращаются в виде пин-кодов. Срок действия пин-кодов 30 дней. Количество вознаграждений не ограничено, и каждый участник имеет право оказать финансовую помощь и получить призы неограниченное количество раз в период проведения акции. А теперь пояснение, как же это работает на практике. Смотрите, вы должны для себя понять, то есть может быть это акция, ну вы не знаете пока, что делать с этой акцией, ну вроде бы она есть, и вроде бы как неплохо выглядит. Но давайте посмотрим правде в глаза, и что будет происходить на самом деле. Ну если вы, конечно, поспособствуете этому. Представим нового участника, да, ну может быть это вы, вот вы сейчас новый участник, представьте себе, да, то есть вы сейчас еще не зарегистрирован в Full World, и вы регистрируетесь, активируете свой аккаунт, оплачивая 5 долларов, и оказываете финансовую помощь на 100 долларов. Сразу после оказания финансовой помощи вам выдается 25-долларовых пин-кодов, и с их помощью вы можете бесплатно активировать аккаунты 20 новых пользователей. То есть это могут быть ваши партнеры, а могут быть какие-то другие пользователи, но здесь это, понятно, не уточняется. Есть инструкция, как использовать пин-код. Он используется как один из способов оплаты на этапе активации аккаунта, то есть просто вводится это число секретное, и оплата считается выполненной. Далее, что происходит далее? То есть человек, который активировал 20 партнеров, соответственно, они, то есть их аккаунты активированы, да, вы понимаете, они пошли в эти активированные аккаунты, они сами вводили пин-код, то есть не вы активируете их аккаунт пин-кодом, а вы им даете пин-код, они активируют с помощью него свой аккаунт, и дальше привязывают кошельки и упираются в оказание финансовой помощи. Соответственно, они видят ровно ту же самую картину. Они видят вот эту акцию. Так, где она у нас? Что же такое? Вот она. То есть они находятся, я сейчас в разделе ежегодного оказания финансовой помощи, они у себя в первом оказании финансовой помощи, но они видят ровно то же самое. То есть они видят, что 100% в 100 долларов вернутся, они получат какой-то бонус, смогут бесплатно активировать аккаунты. Они вспоминают, так, ага, только что мой аккаунт точно так же бесплатно был активирован, значит, это работает, да? Значит, они думают и понимают, что сейчас, после того, как они окажут финансовую помощь, они сразу точно так же получат 20 пин-кодов, 20 партнеров они смогут бесплатно активировать, сразу фактически смогут получить 20 оказаний финансовой помощи, потому что все это начнет дублицироваться. Соответственно, они оказывают финансовую помощь, ну, после того, как вы им поможете, объясните все, снимите все возражения, и также получают 20 пин-кодов по 5 долларов, с помощью которых бесплатно активируют уже своих партнеров. И так продолжается далее, в период проведения акции. Таким образом, ваша партнерская структура начинает стремительно расти. Ежедневно на разных уровнях ее совершается множество оказаний финансовой помощи, вы получаете существенный поток денежных переводов от людей со всего мира. Понимаете, да? То есть это все упирается в дубликацию и в то, как человек воспринимает эту акцию. То есть если вам удастся донести дубликацию, человек поймет, что он только что, его аккаунт был активирован, соответственно, он точно так же получит, точно так же активирует, он понимает, что фактически получается оказание финансовой помощи для него бесплатное, условно бесплатное, потому что из 20 партнеров, которые окажут финансовую помощь, он, ну, конечно же, сразу же там получит и 200 долларов, вот, но у него появляется отличный мотивационный инструмент в его руках в виде пин-кода, который дает бесплатную активацию партнеру. Конечно, нужно подходить здесь избирательно, не нужно навязывать эти пин-коды всем подряд, нужно давать им только тем, в ком вы уверены и для кого хотите сделать полезное дело. Можно их даже продавать, да, их не обязательно отдавать бесплатно, можно еще и заработать на этом. Например, продать их за 3 доллара, ну, или за 1 доллара, да, совершенно неважно, за сколько вам их уже дали после оказания помощи, вы можете сделать с ними все, что хотите в течение 30 дней. Вот вопрос-ответ. Можно ли получить вознаграждение по акции, если вы уже являетесь активным участником проекта? Да, можно оказать ежегодную финансовую помощь и получить 20 пин-кодов по 5 долларов. То есть эта акция работает для любого оказания финансовой помощи, неважно, действующий вы участник или не действующий еще. Вот. Можно оказать финансовую помощь несколько раз за время проведения акции и получить больше вознаграждений. Да, можно, да. Каждое оказание финансовой помощи будет сопровождаться получением бонусных пин-кодов. Где я могу видеть пин-коды? Соответственно, есть специальный раздел в разделе вашего личного кабинета, где эти пин-коды будут отображены. Кроме того, будет на e-mail высылаться. Как активировать аккаунт с помощью пин-кода? Ну, здесь есть инструкция, можно ее посмотреть, если хотите. Вот так выглядят пин-коды в вашем личном кабинете. Вот так выглядит кнопочка пин-кода в способах оплаты. После того, как на нее человек нажимает, ему вот такая форма открывается, он сюда вводит, нажимает «Отправить», и все, аккаунт активирован. Есть ли какие-то ограничения по использованию пин-кодов? Он может быть использован только для оплаты активации аккаунта for work. Больше ни для чего. Соответственно, если аккаунт активирован с помощью пин-кода, то информационному спонсору данного участника не начисляется 1$ activation bonus, который начисляется при оплате активации любыми другими платными способами оплаты. Но это вы тоже знаете. Могу ли я обменять пин-коды на деньги? У нас, соответственно, денежный эквивалент не выдается в компании никакой, однако их можно продать. Это мы с вами тоже обсудили. Что будет с пин-кодами через 30 дней? Если их не использовать, они будут удалены. Все очень просто. Поэтому за 30 дней в любом случае будет мотив найти 20 человек и активировать их с помощью пин-кодов. Таким образом, партнерская структура будет расти. Ну и вы сможете видеть тех людей, которые у вас активируются в команде. То есть вы же видите в разделе транзакций, как у вас новые строчечки с именами появляются, и знаете их контактные данные, можете к ним обращаться, можете помогать своим партнерам, если они еще не очень хорошо знают проект, а вы знаете хорошо, соответственно, можете это делать. Не планируется ли продлить эту акцию на более длительный срок? Да. Тут вопрос открытый, потому что вроде бы как это интересно выглядит, чисто с точки зрения проекта. Как это сработает на практике, мы посмотрим. То есть что в себе это принесет для экономики компании, что в итоге получится по оказанию финансовой помощи. Все это мы посмотрим и примем решение уже через несколько недель. Ну, как минимум, в конце апреля точно примем решение. Либо мы завершим эту акцию, либо продлим. Но пока речь о том, что она будет до 30 апреля гарантирована, поэтому давайте рассматривать исключительно эту информацию. Так, это мы закрываем. Что у нас еще есть? Еще у нас есть важная информация, которую я хотел бы вам напомнить. Друзья, смотрите, на самом деле у нас с вами очень много бонусов для участников, которые мало кто помнит, мало кто знает. И я вот хотел сейчас собрать все воедино, потому что вот эти вот 100 долларов и 100% кэшбэк – это далеко не единственный бонус, который участник у нас получает при оказании финансовой помощи. Смотрите, еще здесь есть что. Новый фирменный лендинг-пейдж. Человек получит после оказания финансовой помощи, сможет им пользоваться. Бесплатно. Вот. Такой лендинг-пейдж, очень красочный, с видеозаставками, достаточно конверсивный. Кроме того, 5000 рублей на рекламу в Surferner – это подарочный промо-код таким номиналом. Тоже будет вручен после оказания финансовой помощи. То есть там 100 долларов, тут 5000 рублей, тут лендинг-пейдж. И еще есть один бонус. Окажите финансовую помощь – получить уникальную ссылку бесплатно. Еще 10 долларов бесплатно. То есть что такое уникальная ссылка, вы тоже знаете, без нее совершенно никак. После оказания финансовой помощи она будет бесплатно вручена. Даже если есть, то будет еще одна вручена. Это никогда не помешает. Итого, смотрите, какие бонусы я выписал в списочек. Бонусы участникам Whole World. Во-первых, при активации. Помните то, что у нас с вами практически всегда. Это постоянная акция, которая пролонгируется каждый месяц. На главной странице сайта можно ее видеть. Вот она. Слиплась сейчас. С нами 900 тысяч человек. Дарим 10 долларов на подключение бизнес-автоматов всем участникам при активации до 30 апреля. Вот так выглядит это окошко. 10 долларов. Активируется канун сегодня. Это работает, друзья. Это примерно та же самая акция, которая действовала на 8 марта. Только там мы 20 долларов дали, здесь 10. Но для новичка, который не знает, что когда-то было 20, 10 долларов тоже не валяются на дороге. И это тоже является хорошим мотивационным инструментом. И это за активацию стоимостью 5 долларов. И это же за бесплатную активацию с помощью пин-кода. То есть вы понимаете еще один момент, то что вы человека можете активировать с пин-кодом. Он получает 10 долларов на бизнес-автомат. И если у вас активировано вознаграждение бизнес-автомат бонус, вы будете получать 10% от расходов на подключение бизнес-автомата вашего партнера. Ну, а подключив бизнес-автомат, он в любом случае захочет оказывать финансовую помощь, потому что бизнес-автомат без статуса бизнес, ну, такое себе, да, как вы понимаете. Вот. Оказание финансовой помощи. За это у нас аж целых 5 видов вознаграждений, ну, или возможностей дается. Первое. То, что мы с вами сейчас обсудили, это 100% кэшбэк. То есть кэшбэк в эквиваленте 100 долларов в виде 5-долларовых пин-кодов в количестве 20 штук. Фирменный лендинг-пейдж. Промо-код номиналом 5000 рублей на рекламу в Surfer. Уникальная ссылка. И, конечно же, акция «Двойной доход». Мы о ней как-то забываем, но она есть. Она есть, она никуда не девалась. А вот она, «Двойной доход». Пригласить, тем не менее, 5 благотворителей за первый месяц участия, и мы удвоим полученную вами финансовую помощь. В общем-то, это то же самое, что в топ-10 сейчас происходит, да, то есть лидеры. Мы им удваиваем полученную финансовую помощь, а ведь участник, как вы понимаете, может еще и до этого оказать финансовую помощь. Я хочу сказать, что он может оказать финансовую помощь, стать участником акции «Двойной доход», которая активируется после оказания финансовой помощи, и выиграть топ-10. И тогда у него трехкратное вознаграждение будет по финансовой помощи за этот месяц. Понимаете, какой лайфхак? Ну, надеюсь, понимаете. Если нет, то напишите. То есть это очень серьезный набор преимуществ, и это всего за оказание 100 долларов. Мы не говорим уже о классическом маркетинге, да, когда человек начинает получать переводы от своей структуры по 10, 5 и 15 долларов уже дали. Вот такие интересные моменты. Надеюсь, мне удалось их до вас внести. Сейчас мы будем делать розыгрыш призов, и параллельно я отвечу на ваши вопросы. Чтобы принять участие в розыгрыше, я вам сейчас скину ссылочку на регистрацию в розыгрыше призов. Одну секундочку. Сегодня она какая-то короткая прямо. Так, так, так. Я потерялся. Возвращаюсь к вам. И вот эта ссылка. Вы должны быть авторизованы в своем личном кабинете Whole World. И в этом случае вы сразу зарегистрируетесь в розыгрыше призов, о чем система вам сообщит. Поэтому переходите сейчас по этой ссылке в чате, и через несколько минут мы разыграем вот эти призы. Сегодня у нас розыгрыш призов на сумму более 250 долларов. Это три места в бизнес-автомат. Это пять уникальных ссылок в зоне.ру. И десять тех самых пяти долларовых пин-кодов мы дадим сегодня кому-то из вас. Так, что мы имеем? Мы имеем, возможно, какие-то вопросы. Какие-то вопросы, которые вы пока что здесь не написали, но вы можете это уже сейчас делать. У нас есть несколько минут, чтобы на них ответить. Пожалуйста, я уверен, что у вас за это время накопились вопросы, которыми вебинары не проводились. Вот, мы, конечно, да, новости постоянно публикуем, но вот на вебинаре услышать ответ на свой вопрос всегда интереснее, да? Пишите, я жду. Ну, и регистрируйтесь, конечно, по этой ссылке на розыгрыш. Буквально несколько минуточек у вас еще осталось. Спасибо. Так, либо я что-то не вижу, но я попробую обновить сейчас, наверное, страничку. Да, все нормально, но нету ваших вопросов, поэтому я начинаю беспокоиться. Неужели все стало так понятно, я стал суперспикером, которому удается так все понятно объяснять. Это, конечно, круто, но я в это не верю. Ладно, тогда пока что пойдем и посмотрим на то, как у нас регистрируется на розыгрыш призов люди. Так, ну, Борис, я не сомневаюсь, что у нас все понятно. Так, вот у нас регистрируются на розыгрыш призов такие прекрасные лица. 23 единички. Ну, может быть, кто-то еще. У кого были вопросы по бизнес-автомату, задавайте. Да, да, друзья, давайте задавайте. Пока есть такая возможность, я сейчас вам все попробую объяснить. Так, ну, не хотите, как хотите. Будет ли информация на английском по поводу 20 пин-кодов? Вчера не было. Сегодня есть, Владислав. Сегодня информация есть. Ну, давайте посмотрим. Вот раздел новости, например, да? Так, что это такое? А, понятно. Вот раздел новости, да? Здесь у нас есть. Ага, то есть мы еще не опубликовали, но она, конечно же... Так, здесь будет, что касается личного кабинета... Ну, вот он на английском у нас, да? Если пообновлять, то... Так, ну ладно. В любом случае здесь баннер, думаю, что есть. А в оказании... Да что такое-то? Так, наши техники, по-моему, опять прикололись надо мной. Так, будет... Сейчас я завершу сегодняшнюю конференцию, и будет этим техникам очень хорошо, за то, что они до сих пор баннер куда-то подевают. Да. Спасибо. Спасибо, Владислав. Все будет. Да, лейдинг-пэйс бесплатно на месяц. Совершенно верно. Вот как раз сейчас напишу. Так, все, не вижу ваших активных вопросов, поэтому давайте переходить к розыгрышу призов. Я сейчас скину... Так, скину... Вам ссылочку. Это... Здесь будут результаты розыгрыша. Так. И... А, вот техники мне говорят, что там, может быть, пять показов правила есть. То, что после пяти показов этот баннер будет закрываться и потом покажется через некоторое время. Так, смотрите, вы можете сейчас перейти по этой ссылочке, вы должны будете увидеть вот ровно то же самое, что здесь. И... Так, три часа прибывает у нас народ. Неужели так долго вам требуется, чтобы зарегистрироваться? Ну... Ну, ладно. Так, вот. Я в режиме онлайн просто получаю уже от наших техников информацию. Они говорят, что прямо сейчас вот там обновляют какие-то действия по англоязычным баннерам. Поэтому... Поэтому, видимо, вот прямо сейчас они пропали. Ну, я поэтому и удивился, что они были. Да, Владислав, так вот попали мы в этот момент. Окей. Считаю я еще несколько секундочек, и мы узнаем. Все, 37 не прибавляется. Отлично. Я сейчас иду в панель управления розыгрышами, и я закрываю, во-первых, регистрацию, и я запускаю розыгрыш призов. Времени у нас уже много, и ждать мы больше не будем. А вот как долго идет розыгрыш у нас. Опа, розыгрыш успешно завершен, написала мне система. И теперь я имею возможность обновить страничку, и мы с вами видим, кто же стал обладателем этих самых призов. Итак, я озвучу. Лариса Малыгина получает бизнес-автомат. Константин Григорьев, пин-код. Радис Нурдинов, пин-код. Дмитрий Сафронов, пин-код. Алексей Немков получает уникальную ссылку. Александр Макаров получает пин-код. Лилия Тебева, пин-код. Алексей Агапов, бизнес-автомат. Кирилл Ширков, пин-код. Николай Молотягин, бизнес-автомат. Петр Минеев, пин-код. Фабит Абузаров. Уникальную ссылку. Татьяна Агапова, пин-код. Ирина Агапова, пин-код. Юлия Бирюкова, пин-код. Сергей Воронцов, уникальную ссылочку. Владислав Фролов, уникальную ссылочку. И Владимир Ипашкин. Тоже уникальную ссылку. Все. Остальные сегодня, к сожалению, остались у нас вне зоны призов. Но я думаю, что самое главное, чтобы получили сегодня эту информацию. Надеюсь, она была вам полезна. Дальше мы будем проводить активное информирование наших участников. Опять же, методом email рассылок и публикаций в соцсетях, ну и в различных мессенджерах. Вас прошу я присоединиться к этой активности. Снимать, возможно, даже какие-то скринкасты, обзоры. Рассказывать людям именно своим языком о том, что за новости. Можно взять какую-то новость, самую главную, стопроцентный кэшбэк. Можно ее очень легко преподнести. И просто о ней нужно будет сейчас поговорить активно. И это принесет вам очень быстро плоды. Мы со своей стороны, конечно, поможем. Как я уже сказал, будут сейчас активные рассылки. Будут email информирования. И так далее, так далее. При необходимости, если что-то сейчас появится еще, мы, конечно же, снова встретимся с вами на вебинарах. Поэтому следите за новостями. Как только у нас накопится определенное количество этих самых новостей, мы обязательно пригласим вас на очередной вебинар. На этом сегодня хочу попрощаться ненадолго. Говорю вам всем спасибо за то, что уделили свое драгоценное время и присутствовали здесь. Ну и до скорых встреч, друзья. Удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!